Автомобиль у меня стоял здесь. Я посмотрел на знак с левой стороны. А со своей стороны знака не заметил. Такая невнимательность обошлась Александру в автомобиль. За услуги штрафстоянки пришлось заплатить внушительную сумму. Когда я приехал на штрафстоянку, меня попросили 15 тысяч рублей. У меня не было такой суммы. Я поехал собирать деньги, чтобы выкупить машину. Пока я собирал деньги, у меня накапало уже 68 тысяч. Хозяин стоянки сделал скидку. Осталось заплатить 50 тысяч рублей. Но чтобы вызволить машину, Александру пришлось ее продать перекупщику. Как оказалось, стоимость стоянки 565 рублей в час. Такие тарифы вызвали скандал в обществе автомобилистов. Они приводят примеры из Санкт-Петербурга – 30 рублей, Москвы – 80. И готовы к самым решительным действиям. Наказание, оно не соразмерно нарушению. Представьте, человек, который нарушает скорость, превышает скорость на 30 км в час. Штраф для него 300 рублей. При этом риск причинить травмы кому-либо несоразмерно больше, чем человек, который платит 5 тысяч рублей. В том числе в высоких тарифах автомобилисты винят ГИБДД. Полицейские разводят руками. Их дело только оформить протокол и вызвать эвакуатор. По расценкам я вам ничего сказать не могу, потому что здесь мы не в компетенции рассматриваем. И мы не устанавливаем никакие здесь цены по эвакуации и по хранению. То есть здесь я вам ничего пояснить не могу. Это все не к нам. Конкурс среди предпринимателей проводило областное УВД. А вот документы о тарифах подписывали в администрации города. Победитель тендера предоставил документы о расходах, которые необходимо покрыть. Чиновники проверили достоверность и посчитали. Цена в 565 рублей оправдана. Появляется много машинская рубка автомат, которых простым эвакуатором, чтобы их не испортить, просто нельзя взять. То есть были закуплены дополнительные эвакуаторы с манипуляторами, которые позволяют грузить любое транспортное средство. И стоимость одного такого эвакуатора, она фактически около 4 миллионов рублей. Правда, в этой части показания власти и подрядчика расходятся. Эвакуаторы берутся в аренду, заявили на штрафстоянке. И вообще, это совсем другая статья расходов. Обслуживание эвакуаторов – это все-таки тариф на перемещение, он отдельно утверждается. Поэтому расходы на обслуживание эвакуатора, на оплату, допустим, топлива – все это входит именно в тариф на перемещение, а не на хранение. Тариф на перемещение – 2700. Нарушители ПДД оплачивают отдельно, а в 565 рублей входят как раз те самые расходы на хранение автомобиля. Статья расходов – это аренда земли, что, как видите, достаточно большой участок земельный, используется для хранения. Есть и здание для персонала, спецстоянки, которое также арендуется предпринимателем. Далее, следующая статья расходов – это зарплата работников, число которых уже достигает 30 человек. А еще необходимо заплатить за охрану, за свет и за уборку территории. Впрочем, точную сумму расходов в месяц предприниматели не называют. Это коммерческая тайна. И цены, скорее всего, не изменятся, на понижение не пойдут, говорит представитель штрафстоянки. Ведь расходы не уменьшаются и предлагают лишь такой выход несогласным волокжанам – обратиться в УВД за назначением нового конкурса. Только ИП Ладыка слабо верят, что кто-то возьмется работать за меньшую сумму. Но, возможно, придется. Проблему будут решать на уровне области. Накануне заявил спикер законодательного собрания Георгий Шевцов. Депутаты намерены установить единый тариф для всего региона. Дарьян Финогенова, Алексей Романов. Новости Вологды.